Смотрите, мы сейчас говорим про муфтия. Имейте в виду, всегда все, что я сейчас буду говорить, возвращайте к этой мысли. Итак, смотрите, давайте зафиксируем. Далее я хочу обратить ваше внимание на слова Кадырова про тех, кого они искали. Ты, Кадыров, говоришь, что вы искали не только людей с оружием в руках, а просто бородатых с сбритыми усами и с подвернутыми штанинами. Вы просто, говорит, таких ребят искали, чтобы их убить. На днях Кадыров провел встречу со своей группой быстрого вылизывания Хамбиева и прочими ребятами, которые очень быстро у него реагируют. И собираются, когда Кадырову нужно поговорить про Ичкерию, рассказать, какой он выдающийся воин, как он кого разгонял и так далее. В общем, на днях они снова так встретились. И на этой встрече Кадыров сказал вещь, которая очень важна. Это ляжет в доказательство преступлений его и его отца, и преступности всего этого, их пути, их режима. Это очень важное такое доказательство, улика, которая должна будет быть предъявлена Кадырову в справедливом суде. Кадыров коснулся темы покушения, которое было совершено на его отца в 99-м году. В этом покушении погибло 5 человек из личной охраны Кадырова, которые были, все являлись его родственниками. Давайте для начала послушаем, что по этому поводу сказал Кадыров, буквально несколько секунд. Итак, смотрите, давайте зафиксируем. Кадыров говорит, что мы еще, говорит, не похоронили этих 5 человек, погибших при покушении. У нас обычно хоронят в тот же день. То есть, в этот же день, когда было совершено покушение, еще, говорит, их не похоронили. Когда мы выехали для того, чтобы отомстить, убить, он говорит, ваххабитов. Мы, говорит, искали ваххабитов, любого, чтобы кого-нибудь, говорит, найти, чтобы его убить. Он это говорит прямо, вот он произносит, чтобы убить, он говорит. Даже если у кого-то, если бы он сказал, чтобы отомстить, у кого-то могло бы возникнуть мнение, что он не имеет в виду убийство, а он имеет в виду там задержать, провести расследование и так далее. Нет, он прямо, он говорит своими словами, для того, чтобы убить, он говорит. Они, говорит, выехали, искали в Грозном, в Аргуне, искали ваххабитов, чтобы их убить, но никого не нашли. Эти ваххабиты, они все, значит, уехали, собрались в Урус-Мартане, говорит Кадыров. Теперь, зафиксировали этот момент. Давайте вообще немного вспомним, о чем здесь идет речь, про какое покушение мы говорим. Это неоднократно освещалось на местном канале ЧГТРК «Грязный». Вот, например, что говорили на этом канале и комментировал это все нынешний директор ЧГТРК «Грязный» иллюзионист Чингиз Ахмад. Вот это съемки теракта против тогда еще муфтия Ахмад Хаджи Кадырова. От легковой машины, которую подорвали ваххабиты, не осталось ищепки. Пятерых родственников Ахмада Хаджи собирали буквально по частям. Это покушение совершено в 99-м году в мае месяце. Сам Кадыров, старший, до своей еще гибели, тоже комментировал это покушение и рассказывал нам о нем. И вот это, наверное, самый важный момент во всей этой истории. Я хочу обратить ваше пристальное внимание. Давайте послушаем, что об этом говорил сам Кадыров, старший. Продолжение следует... Смотрите, мы сейчас говорим про муфтия, имейте в виду, всегда все, что я сейчас буду говорить, возвращайте к этой мысли, что мы с вами говорим про муфтия, человека, который должен знать ислам, ко всему должен подходить с точки зрения ислама-шариата, любые вопросы мести, наказания и так далее, должен возвращать к исламскому праву. Сам Кадыров говорит, Кадыров-старший, говорит, что те, кто совершили это покушение, никто не взял на себя ответственность за это. Так, говорит, принято во всем мире, что те, кто совершают какой-то акт диверсионный, покушение, они берут на себя ответственность. Но здесь, он говорит, никто на себя ответственности не брал, так и не взял на себя ответственность. Никто не сказал, это мы хотели тебя убить. И власть говорит, должным образом расследование этого преступления не провела. То есть, никто на себя не берет ответственность, то есть, сами не объявляются виновные, власть не проводит расследование виновников, то есть, эта вина на кого-то конкретно также не возложена, так как расследование не проведено. А теперь возвращаемся к словам Кадырова-младшего. Он свидетельствует о том, что в тот же день, когда еще не было известно, кто совершил это покушение, кто стоит за этим, ничего не было известно, Рамзан Кадыров говорит, что они выехали в этот же день, еще не похороненные тела, они выехали для того, чтобы убить ваххабитов. Еще раз я сейчас возвращаю, давайте еще раз послушаем, что сказал Кадыров, внимательно его выслушаем, а потом подведем окончательный итог под его словами. Еще раз, все услышали, да? Нет ответственности, никто на себя не взял, расследование еще не проведено, и вообще речи о расследовании быть не может, потому что только сейчас вот произошло это убийство, тела еще не похоронены. И Рамзан Кадыров сам своим языком свидетельствует о том, что они выехали для того, чтобы совершить преступление. Мы, говорит, выехали, искали ваххабитов, чтобы их убить. Теперь у меня вопрос к тебе, три вопроса к тебе, Кадыров. Во-первых, если ты еще не знаешь, кто ответственен, то как ты можешь выехать и искать людей для того, чтобы их убить? Ведь ты сам говоришь о том, что ваш путь Ахмата Кадырова – это путь справедливости, что твой отец был там выдающимся богословом, ученым. То есть это первое доказательство того, что твой отец был невеждой, он абсолютно не руководствовался религией и вообще не знал о ней. Это человек, который руководствовался своими эмоциями. Также это опровержение того, о чем я ранее вас спрашивал, говоря, что у него нет ни одной проповеди, ни одной работы на тему ислама, разъяснения религиозных каких-то основ, кроме призыва к убийству, к насилию. И ты своими устами это сейчас доказываешь, что уже тогда, в 99-м году, вы выехали для того, чтобы убивать ни в чем не повинных людей. Далее я хочу обратить ваше внимание на слова Кадырова про тех, кого они искали. Ты, Кадыров, говоришь, что вы искали не только людей с оружием в руках, а просто бородатых с сбритыми усами и с подвернутыми штанинами. Вы просто, говорит, таких ребят искали, чтобы их убить. Но как так? Ведь какие-то конкретные люди стояли за этим покушением на твоего отца. Неужели за это покушение несли ответственность просто обычные ребята, которые придерживались других религиозных взглядов, отличных от ваших взглядов, которые вам так ненавистны. Но конкретно к этому покушению ведь они не причастны. Ты ведь свидетельствуешь сам против себя, что ты выехал со своими товарищами, чтобы убить ни в чем не повинных людей. И даже не вооруженных, не являющихся сторонниками тех сил, против которых вы противостояли. И именно это ведь вы и делали. И это просто поистине очень хорошее свидетельство твоего против самого себя. У меня во дворе жил такой парень Муса, который подходил полностью под то описание, под которое ты говоришь. Он носил длинную бороду, укорачивал усы, подворачивал свои штаны. Вы его похитили и убили. Ямадаевцы это сделали, но вы тогда ведь были одной шайкой. Вы убили его просто за то, что он имел другие взгляды религиозные. Он не был человеком вооруженным, не носил с собой оружие, не состоял ни в каких вооруженных формированиях. Нет, просто был парнем, который имел другие религиозные взгляды. И вот ты сейчас своим же языком засвидетельствовал, что вы действительно этим занимались. Вы выезжали, искали людей, которые просто отличались от вас внешним видом, своими религиозными взглядами и их убивали. Ну и наконец, последнее. Ты, Кадыров, говоришь, что вы искали ваххабитов в Грозном, в Аргуне. Но никого, говоришь, не нашли, потому что они все собрались в Урус-Мартане. Зачем ты тогда их искал в Аргуне и в Грозном? Ты прям как мужик в том анекдоте, который искал что-то под фонарем. У него спросили, ты что-то потерял? Он говорит, да, я ключи, говорит, потерял он там у магазина. А что ж ты их здесь ищешь? А здесь светло, ответил мужик. То есть, там было безопаснее искать ваххабитов в Грозном, в Аргуне, где их нет, было безопаснее. Почему ты, если ты знаешь, что они все собрались в Урус-Мартане, ты ведь тот самый человек, который один там с несколькими товарищами поехал и разогнал полторы тысячи муджаидов. Что тебе мешало поправить эту свою мину, как обычно, которая у тебя на поясе? И отправиться в Урус-Мартан? Зачем искать ваххабитов в Аргуне и в Грозном, если они все в Урус-Мартане? Что ж ты туда не поехал? Куда делась твоя смелость? Твоя отчаянная храбрость? Куда это все делась? Почему не туда? И что, так называемые ваххабиты, о которых ты говоришь, та группа, которой вы всех приписываете, они ведь не только в Урус-Мартане. В Сергей Юрте был хатаб, его база, что вы туда не поехали? Он в Вегенский район, Хатуни, там, где у нас исламский полк располагался, что вы туда не поехали? Зачем искать ваххабитов в Аргуне и в Грозном, там, где их нет? Зачем их там искать, если ты знаешь направление? Ну, поехал бы туда? В чем проблема? Надеюсь, на этот вопрос нам ответит пропаганда, расскажет нам, какие были причины того, что, зная, где находится твой враг, ты туда не едешь, а ищешь его в другом месте. Наверное, все-таки ответ, как в том анекдоте, да? Ты искал ваххабитов там, где было безопаснее их искать. Хвала Аллаху, что ты их не нашел, ты сам об этом говоришь. Ведь если бы ты тогда нашел кого-то, какого-нибудь бедолагу, вышедшего на улицу бородой и с укороченными усами или подвернутыми штанами, вы бы его просто убили. Хвала Аллаху, что вы никого там не нашли. Ну, а по поводу этого пути Ахмата, я думаю, вот для молодежи, это для вас сейчас очень важно, когда вам рассказывают вот эти сказки, что Кадыров, он был против тех, кто убивал там кого-то, что он вот хотел спасти народ и прочее. Посмотрите, человек сам свидетельствует, кто у нас во времена нашей свободы, кто у нас занимался убийствами невинных людей. Вы нигде, вы не встретите, не увидите ни одного интервью нашего, наших героев, наших бригадных генералов, амиров, жамаатов, чтобы они вот так сидели и рассказывали, мы там выехали и искали какого-нибудь там, отличающегося от нас, суфия там, хаджи мурида или другого кому-нибудь мурида в этой феске, чтобы его убить. Вы нигде не увидите подобных интервью, никогда подобного не было. Никогда эти люди не убивали кого-то из-за того, что у него там внешний вид, что он отличается своим убеждением, никогда не было. Но эти люди этим занимались, всегда и тогда занимались и сейчас занимаются. Помните об этом, вот когда в следующий раз он будет что-то подобное говорить, возвращайтесь вот к этому его видео, к этим его словам. Иншаллах это ляжет в основу обвинений против этого человека.